Внимание, звено! Готовность бортовой 64! Александр, дежурный пилот-истребитель, а в Сирии уже не первый раз служит в составе группы «Заслон» подразделения летчиков и техников, задача которых – контролировать воздушное пространство над Арабской Республикой. Надевают аварийный комплект, получают оружие, в боевой вылет его нужно обязательно брать с собой. Кто бы ни приблизился к авиабазе «Хмимим», дежурная машина поднимается в воздух. Если свои проводят вплоть до захода на посадку чужим, покажут наглядно, курс лучше изменить. Это звено многоцелевых истребителей Су-35, готовы к вылету в любую минуту. Специалисты технической службы заранее все проверили. В том числе давление воздуха в шасси. Оно, кстати, должно быть не менее 200 атмосфер. В данный момент пилот уже занял место в кабине, а инженер авиационного комплекса помогает ему, пристегивает парашютную систему и подключает коммуникации. Закрывается кабина, самолет к вылету готов. С момента поступления сигнала на пульт прошло не более 10 минут. Сейчас происходило занятие готовности по команде «Воздух» для обеспечения тренированности летного состава, для выполнения учебно-тренировочных полетов и для поддержания уровня подготовки летного состава. Сейчас боевых вылетов нет по сравнению, например, с 2015 годом, когда небо над хмейнимым ревом двигателей, работающих на «Форсаже», разрывали истребители и фронтовые бомбардировщики. В любую погоду, в любое время суток предельные нагрузки, но выдержали и люди, и техника. Сложностей-то в принципе нету, да все хорошо. Это техника надежная. Еще бы, это один из самых лучших истребителей в мире поколения. 4 плюс-плюс. Фантастические боевые и летные возможности, упор на динамику и огневую мощь. Мы работаем с калортом, с технической документацией. Работы очень много. Дневной ночной день. Вызвешиваем район полета, готовимся к полету. А вот так летчики проводят свободное время. В комнате ничего лишнего. А солнцезащитные очки на столе. Для тех, кто постоянно смотрит в небо, предмет первой необходимости. Три кровати. Здесь живет экипаж вертолета Ми-8. В командировке они постоянно вместе. Есть на базе и место, где можно отдохнуть при такой напряженной работе. Это просто необходимо. В комнате психологической разгрузки играет мягкая, успокаивающая мелодия. На экране соответствующий видеоряд. Есть даже массажное кресло и очки виртуальной реальности. Здравствуйте, товарищи! Ура! 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 Сегодня их день. В парадном строю те, кто не на дежурстве, награждают лучших. Победа над терроризмом в Сирии – их заслуга. В 2015 году правительственная армия фактически была прижата к Средиземному морю. 80% страны контролировали бандиты. С началом российской операции ход войны изменился. При поддержке нашей авиации сирийские войска смогли отбить все крупные города и вернули контроль уже почти над всей Сирией. Павел Ремнев и Никита Дубровин. Телеканал «Звезда» Хмеймин. Сирия. Ремнев и Никита Дубровин. Телеканал «Звезда» Хмеймин» Ремнев и Никита Дубровин. Телеканал «Звезда» Хмеймин.